В Югре, как и по всей России, сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию. Своё мнение уже высказали первые избиратели. Из-за пандемии коронавирусной инфекции голосование продлится неделю. Напомню, что 12,5 тысяч угорчан уже проголосовали досрочно. Полторы тысячи из них – это представители коренных малочисленных народов Севера. Всего в округе сегодня открылось более 700 избирательных участков. Большинство из них мобильные. Проголосовать можно будет во дворах домов, парков и скверах. На всех пунктах приняты повышенные меры безопасности как для избирателей, так и для членов комиссии. Тему продолжат мои коллеги. Сургутянка Мария Воронцова с выбором решила не тянуть. Поэтому рано утром одна из первых пришла на избирательный участок. Преподаватель Института экономики не любит откладывать дела в долгий ящик. Тем более, когда это касается будущего страны. Я вообще считаю, что сейчас каждый гражданин обязан проявить свою гражданскую позицию. Если каждый придет и выразит свою позицию, то тогда власти увидят реальное положение дела. Из-за пандемии коронавирусной инфекции на всех участках приняли строгие меры безопасности. Еще на улице избирателей встречают волонтеры. Они измеряют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. На входе размещены обеззараживающие коврики для ног. Особые меры соблюдают и члены избирательных комиссий. На них должны быть перчатки, маска, защитный экран. Паспорт в руки мы не берем, чтобы избежать контакта. Приоткрывают лицо, чтобы посмотреть на человека, сравнить, даст, что это этот человек. Получают бюллетень, проходят в кабинку для голосования. Затем в стационарный ящик опускают бюллетень и выходят. Все принятые профилактические меры лично оценила губернатор Юрии Наталья Комарова. Она проголосовала за поправки в первый день работы избирательных участков. Уважаемые земляки, сейчас вместе с первыми югорчанами, пришедшими на избирательный участок, приняла решение об одобрении поправок в Конституцию России. Общероссийское голосование проходит в максимально безопасных условиях. Проголосовать безопасно можно на каждом избирательном участке нашего региона. Сделать свой выбор сегодня, а не откладывать его на завтра, решили многие югорчане. Без отлагательности они видят главную причину успеха. Я не могла ни до 26-го, ни до 27-го, тем более не до 1-го. У меня сегодня есть время, есть желание, я пришла и проголосовала. Ну вот такой принцип. Я должна первое что-то сделать, и потом уже дальше идти и заниматься делами, которые связаны с общественным наблюдением. Кроме стационарных избирательных пунктов, на этот раз можно проголосовать на мобильных участках. Их развернули вблизи домов, во дворах, парках и скверах. Все это сделано с целью профилактики, чтобы избежать больших скоплений людей в одном месте. Катература хорошая, не создает особых очередей. Я считаю, что все сотрудники, которые на участке, они очень правильно относятся. Все такие нормы соблюдены. Я тоже благодарю, что у нас есть такие хорошие участки. Все проголосовавшие смогут принять участие в викторине «Моя конституция». Кстати, это сделала сама губернатор Югры. Остается напомнить, что голосование по поправкам в Конституцию России продлится 7 дней до 1 июля. Алексей Шабанов, Данил Прилуцкий, Николай Гауфа, Алексей Шахмаев. Телерадиокомпания Югра.